Виктор Викторович Селезнёв Семен Союза журналистов Украины в одной из своих публикаций написал «Есть у нас в городе поэт, каждое произведение которого звучит как песня. И когда читаешь эти поэзии, то возникает ощущение, что приник к роднику со светлой ключевой водой, и не можешь от него оторваться». Этим поэтом является Валерий Алексеевич Роза. Ваши аплодисменты, которые уже не один год радуют читателей своим замечательным творчеством. А в чём же секрет его творчества? Понять это нам поможет сегодняшний вечер. Итак, встречайте, Валерий Роза! Добрый вечер! Я сразу хочу сказать, что я очень признателен всем вам, что вы откликнулись на моё приглашение, и что мне просто приятно видеть вас всех сейчас в этом зале. С кем-то из вас я знаком, с кем-то дружен, а кому-то из вас я просто читал свои стихи на тех многочисленных вечерах, на которые вы же меня и приглашали. В нашем городе, наверное, просто невозможно не знать друг друга, и всё же я волнуюсь. И вы, наверное, это чувствуете. Но и я, в свою очередь, тоже чувствую, что кто-то из вас волнуется вместе со мной. Ведь я пишу для вас и о вас. Часто читатель считает, что творчество поэта тесно связано с его жизнью. Так это или не так? А ведь это, пожалуй, не столь важно. Будь стихотворение биографичным, или будь оно плодом моего творческого воображения, главное, что оно прошло через мою душу. А это значит, что каждое слово стихотворения, как и само стихотворение, тоже имеет душу. И это слово, как и я сам, переживает, сомневается, радуется. Чтобы иметь право всё это так сказать, нужно пройти долгий-долгий творческий путь. А ведь с чего-то же это всё начиналось. Год 1966-й. Ученика средней школы номер 11 города Мелитополя Валеру Розову, то есть меня, неожиданно вызывают на большой перемене в кабинет директора. Пока я шёл к директору, у меня в голове крутилась мысль, за что? А ведь в том возрасте всегда найдётся, за что выездить к директору. И в той ситуации важно было вовремя сориентироваться, за что, и придумать соответствующую отговорку. В кабинете директора меня встретили два молодых человека. Как оказалось, это были инструкторы городского комитета комсомола. Без лишних слов они вручили мне грамоту за занятое первое место в городском политическом конкурсе, посвящённом дню рождения Владимира Ильича Ленина. Это был мой первый творческий шаг. И вот с этого первого шага постепенно, постепенно я дошёл до сегодняшнего дня. В общем-то, я не люблю говорить о себе сам. Хотя понимаю, что я должен хоть что-то сказать о себе. И всё же я предпочитаю, чтобы за меня говорили мои стихи. Куда меня судьба не заносила? Где только не был я, немного счастьем наделила и горем стороной не обошла. Она дала простое имя, как всем родителей дала, и из бесчисленных фамилий одну лишь мне нашла. А звать меня Валерий Розов, такой же гражданин, как все, и я стараюсь жизни прозу вам передать в рифмованной строке. Пишу о том, что в жизни знаю. И о хорошем, и плохом, о вас, кого на улице встречаю, ну, и о городе своём. Я в жизни видывал немало, и за строкой бежит строка. И в этих строчках слово «мама», и эти строки про отца. И как обидно мне порою, что жизнь обидно коротка. И оглянувшись за спиною, ушедших слышу голоса. Я помню Веру Кулешову, Семенченко и Висюка, поэта и певца Орлова, им стали домом небеса. Как в песне той, про клин усталый, я в небеса смотрю порой. И, может, промежуток малый, в том клине он пока не мой. Я горсть земли беру в дорогу, как оберег с собой всегда, и возвращаясь вновь к порогу, я вижу свет домашнего огня. И я крупица за крупицей по жизни собирал себя, чтоб жизнь не протекла водицей, и чтоб писать, писать, любя, любя тебя, мой милый город, любя и вас, коллег, друзей. А что сейчас? Так это просто повод признаться вам в любви своей. И с высоты того, что было, я ощущаю звон веков. Мой милый край, ты дал мне крылья и крылья для моих стихов. Сегодняшний вечер будет музыкально-поэтическим. И я составил программу этого вечера таким образом, чтобы максимально охватить все стороны моего творчества. И я понимаю, что от того, как этот вечер начнется, от того, какой ритм я смогу этому вечеру задать, от этого будет зависеть и весь вечер в целом. И от этого, конечно же, будет зависеть, с каким настроением вы сегодня уйдете из этого зала. И чтобы задать этому вечеру нужный ритм, я начну его с песни. Премьера этой песни состоялась не так давно, 25 сентября, на городском празднике Дня города. Это песня о Милитополе. Музыка Наталья Монич исполняет коллектив Наталья Монич студия песни «Шоколад». Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 Мы вас ждем, выезжайте скорей Здесь вы добрых людей посвечаете И новых найдете друзей И новых найдете друзей И новых найдете друзей Есть у меня цикл стихотворений Лирика иронического направления И вот несколько стихотворений из этого цикла Я вам сейчас прочту В народе говорят, что у любви зимой Короткий век Так это или не так Но мы, мужчины, волей или неволей Иногда оказываемся в ситуации О которой я вам сейчас расскажу Ты вчера мне говорила Что пойдешь со мной гулять Я пришел А ты забыла Ну зачем же нужно было так бездумно обещать Я прождал под снегопадом Два часа у фонаря Он стоял со мной рядом Говоря фонарным взглядом Что ты мерзнешь, парень зря Отморозив нос и уши Я к столбу тому примерз А прохожая старушка Мне сказала прямо в ушко Здравствуй, дедушка Мороз Дома ты сидишь в печке Смотришь, может быть, кино И не думаешь о встрече Я же, я же в этот вечер Превратился в эскимо Твой характер Как погода То мороз, то суховей Только ж ты не время года И на то она погода Разберись в себе скорее Только что здесь разбираться Что здесь долго говорить Любишь в саночках кататься Люби саночки возить Кстати, о зиме Вот вы знаете, какая разница Между дон-жуаном и джентльменом Зима, гололед Дама подскользнулась на тротуаре И упала Что сделает, ну, например, джентльмен Он подойдет к даме И галантно предложит руку А что сделает дон-жуан А дон-жуан подойдет И упадет рядом с дамой А ведь действительно Каких только историй Не приключаются с влюбленными И хоть, в общем-то, все эти истории Похожи друг на друга Но все же у каждого Они проходят по-своему И сейчас Я даже не могу сказать Правильно или неправильно Поступил герой Моего следующего стихотворения Дождь в окно мое стучится Барабанит в крышу он Что ж могло с тобой случиться Но молчит мой телефон Я в любовь твою поверил Только что-то здесь не так И молчит уже неделю Телефон мой, это факт Только дождь мне не помеха Я как осень Слез не лью Для тебя я был утеха Вот возьму и разлюблю И тогда ты все узнаешь Будешь ждать моих звонков Да, алло, меня прощаешь Все, бегу, давно готов Я смотрю на вас, милые женщины И говорю, что вы все разные И согласитесь, что, наверное, было бы не очень интересно Если бы вы вдруг оказались одинаковыми А значит, в каждой из вас есть своя изюминка Своя неповторимость Был бы мир без женщины ничто Да и кто назвал бы это миром Значит, вам так жизнью суждено Быть для нас пожизненным кумиром И это так Но только не таким кумиром, как, например, моя соседка У меня соседка есть Обо всех все знает Если где какая весть То не прозевает Для нее, как видно, нет никаких секретов И всегда готов ответ Тысяча советов Ладушки, 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 ладушки Можно точно все узнать У соседки Лужки Что почем, когда и кем Из какого места У кого не сбился крем Избежало тесто Сколько выведут цыплят Курицы на сетке Это, в общем-то, пустяк Для моей соседки Ладушки, 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 ладушки Можно точно все узнать У соседки Лужки Кто кому вчера зашел И во сколько вышел Для кого накрыт чей стол Кто и что услышал Где звучит, какой мотив Кто сидит на ставке В пору ей кооператив Открывать по справке Ладушки, 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 ладушки Можно точно все узнать У соседки Лужки Я думаю, что у кого-то из вас Наверняка найдется Такая же соседка А сейчас я хочу Кому-то из вас напомнить А кому-то просто рассказать Об одном из тех починов Которые были в нашей Прошлой советской жизни Что такое почин Почин Это когда кто-то один Или группа товарищей Что-то предлагают И все дружно это поддерживают Все-таки раньше жизнь была интереснее А сейчас и поддерживать-то вроде нечего Но разве что собственные штаны Если зарплату начнут задерживать Был у нас такой почин Берегите женщины Мужчин На мужчин нельзя кричать Даже голос повышать А послать их в магазин Не дойдут и до витрин А тем паче на базар Для мужчин базар кошмаров Тот сердечко барахлит Ну а тут еще и спит Ясно всем О чем здесь речь Вы должны мужчин беречь Ну а сами Как всегда Как и в прошлые годы Вы должны с утра успеть Разбудить главу Детей одеть Отвезти в детский сад И бегом домой назад Чтоб проверить воду Газ За мужчиной Нужен глаз Вдруг забыл он Кран закрыть Будет вас потом винить За ремонт уж я молчу Это вам лишь по плечу Ну а прочие дела Коль стирать Тогда бела Мыть полы Накрыть на стол Мог помочь Сильный пол Как ни странно Но и тут Вас они на помощь ждут А готовить Кто еще Сможет так же хорошо Сделать уточкам блины Или с медом вергуны А в обед Грибной бульон А впрочем нет В этом месте Я сделаю усиление А в обед Конечно Борщ Чтоб была Мужская мощь Но а вечером Лангет Не забыть И винегрет И конечно Ж выпить торт Не простой А высший сорт Все горит у вас в руках Не сказать о том словах И поверьте Даже я Не могу Найти слова Но откуда Ж столько сил Кто вас Ими Наделил Что ж Забудьте тот Почин Унижает он Мужчин Должен Правду я сказать За любви Блаженства Мы готовы Жизнь отдать Вам Земные Совершенства Наверное Большую И пожалуй Лучшую часть Своих Произведений Поэты Посвятили Женщинам И когда говорят Что поэзия традиционно Начинается с женщины То мне кажется Что это уже не традиция Это просто Сама Жизнь И вот уже Тысячи лет Поэты воспевают Любовь И эти песни Никогда Не кончаются Сколько песен Любимых Про бед Сколько Сказано Пламенных Слов И сейчас Может кто-нибудь Где-то Снова Песню Поет Про любовь Пел Ромео Джульетти Сонетты А из Ольги Тристан Напевал И звучали Гитары Кларнеты Каждой песней Любовь Каждой песней Любовь Прославлял Для любимых Романцы Звучали Под балконами Голос Звенел Даже рыцарь Любви И печали От любви К дульсине И запел И проходят Года За годами Вереницей Идут Без конца Ну а песни Звучат Как звучали Согревая Любовь Сердца Сколько Песен Любимых Пропета Сколько Сказано Пламенных Слов И сейчас Может кто-нибудь Где-то Снова Песню Поет Про любовь В мире Существует Немало Прекрасных Женских Образов Но у каждого Мужчины По крайней мере Уважающего Себя Есть свой Любимый Образ Где каждая Черта И даже Морщинка Могут вызвать Сильные ощущения И желания Но не всегда И не сразу Можно позволить Себе то Что хочется Ну хотя бы Хотя бы Поцеловать Свою избранницу И тогда В душе Рождаются Прекрасные Слова С помощью Которых Всегда Можно Выразить Свои Мысли Я с тобой Не хочу Расставаться Твои губы И шею Хочу Целовать Не мешай Мне тобою Любоваться Ты цветок Что не прочь А сорвать Я готов Позабыть Все на свете Я согласен Поспорить С судьбой Чтобы только Сегодняшний Вечер Мир любви Нас увел За собой Как ручей Голос Звонкий И чистый Будто Смехом Наполненный Взгляд Так и Кажется Что-то Случится Только Нет Нам Дороги Назад Эти нежные Сильные Руки Обвивают Вновь Шею Мою Как Блажены Такие Минуты Я Как будто Как будто Вхмелю Сердце Так Отволнеет Стучиться Кровь Моя Не течет А бурлит Надо Ж Было Такому Случиться Голова Словно Улей Гудит Для Меня Твою Мечту Превратилась Ты Неземная Хоть Рядом Сидишь Ты Все То Что Еще Не Свершилось Но Свершится Ты Молчишь Ты Пока Что Мне Да Не Сказала Но Нет Не Сказала Еще Если Только Поверь Мне Ты Знала Как С тобой Мне Сейчас Хорошо Ты Сидишь Со Мною Рядом Молча Слушаешь Меня Отвечая Только Взглядом Говоря Глазами Да Что Что Чьи Сидишь На Дальше Быть Подскажи Мне Умоляю Помоги Тебя Любить Любовь Она ведь не всегда бывает такой Какой бы мы хотели ее познать Я тебя заклинаю Так называется песня Музыку, которую написал Алексей Бараненко И я хочу вам сразу представить Алексея Вот он в центре зала За звукорежиссерским пультом Хоть нелюбима, живу любя Зачем мне Бог послал тебя В меня надежду он вселил А вот в тебя вселить забыл Я тебя заклинаю Эту песню исполнит Ангелина Мелихова Ты меня от меня откликаешь Только вот не пойму почему Ты меня от себя отключаешь И слова тоже ни к чему Значили-то, как я не любил Как меня не сходил с ума Может быть, ты всего лишь приснился Я придумала это сама А ведь я, я молюсь тебя Я тебя заклинаю Только это все зря Вот, опять я заклинаю Тут, в минуту, в ночи И далекий тот вечер Где-то, как будто для нас небесы Ты нашел Что ж, бывает Ты же так не спеши говорить Только я, да и время тут знает Как умел ты любовь мне дарить Ты меня от себя отключаешь Ты меня приучаешь к тому Что однажды сказать отрекаюсь Только это я все не приму Ведь я, я молюсь на тебя Я тебя заклинаю Только это все зря Вот, опять проклинаю Тут, в минуту, в двух час И далекий тот вечер Где, как будто для нас В небе стыкнулись мечи Продолжение следует... Я, я молюсь на тебя, я тебя заклинаю, Только эта земля может опять заклинать в зону. Минуту тот счастлив, далекий отречный свет, Это будто для нас невесты уничтожить. Я, я, я молюсь на тебя, Я, 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 я молюсь на тебя. Я, 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 я. Я, 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 я молюсь на тебя. Память. Я понимаю, что она у каждого своя. Но память о Великой Отечественной войне, о ветеранах, эта память объединяет всех нас, потому что она идет от человека к человеку, от поколения к поколению, от одного ко всем. Однажды я оказался свидетелем одной необычной встречи. Встречи матери с сыном. Только, наверное, слово «встреча» нужно взять в кавычки, потому что произошла она на городском братском кладбище. Красные следопыты одной из школ нашли старушку-мать, чей сын погиб в 43-м при освобождении нашего города. Я написал стихотворение. И так получилось, что это стихотворение оказалось одинаково близким и понятным, например, моей бабушке, чей сын погиб в 43-м на Севашах, и той тогда еще молодой женщине, которая не смогла сдержать слез, слушая это стихотворение во время одного из моих выступлений. Как я потом узнал, эта женщина была матерью афганца. К счастью для нее, ее сын вернулся домой, хоть и вернулся инвалидом. Под глазами морщины, на висках седина, мать стоит у могилы округом, тишина. Буквы золотом светят, надпись молча гласит, здесь в году 43-м сын ее был убит. Ветер волос трепает, взгляд ее устремлен на плиту, что играет солнцем, метким лучом. Здравствуй, сын! Как видишь снова, я пришла к тебе, родной. Может быть, моя дорога скоро нас ведет с тобой? Я стара уж больно стала, ведь года берут свое. Я ждала тебя, хоть знала, место вечное твое. Нет тебя, но трудно, знаешь, в это верить до сих пор. С каждым скрипом, с каждым лайком, жду, что ты войдешь во двор. Ты забыл, сынок? Сегодня день рождения, помнишь, твой. Вот цветы, смотри, сколько мы опять вдвоем с тобой. Так слова перебирая, мать-старушка, как могла, ничего не замечая, с сыном речь свою вела. В этот день, обычный, вроде, только много лет назад. Сын родился и дороже, ей не выпало наград. Сын родился, это ж надо! Сколько радости в семье! Шли года, и канонада возвестила о войне. Похоронки, похоронки, сколько их пришло в дома. И для матери сторонкой не прошла тогда война. И стоит она, седая, с сыном вечно молодым. Знать, судьба у них такая. Подлонись, прохожий, им. Сейчас прозвучат две песни. Музыку к этим песням написал Александр Гриорьевич Нахимович. К сожалению, Александра Гриорьевича уже давно нет с нами. У меня написан с ним целый ряд песен, две из которых вы сейчас услышите. Наверное, в день Победы, 9 мая, как и в день освобождения нашего города, 23 октября, в некоторых домах поставят на стол стопку водки, фронтовые 100 грамм, и положат рядышком кусочек черного хлеба, который в те годы был на вес золота. И, наверное, в этот день кто-то из ветеранов, встречая своего товарища-однополчанина, скажет, «Ты помнишь, товарищ? Ты помнишь, товарищ?» Так называется песня, которая сейчас исполнит народный хор ветеранов «Фронтовичка», а руководит этим коллективом заслуженный работник культуры Украины Юлия Чабанова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ 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 собой переговаривались. О чем они говорили? Наверное, вспоминали свои былые годы. А однажды я увидел среди них юношу, наверное, чей-то внук. Он играл для них на баяне старый вальс. Вальс ветерана, вторая песня в исполнении народного хора ветеранов фронтарички. ПЕСНЯ Вальс ветерана Вальс звучит, вальс звучит, вальс ветерана. Вальс ветерана Помнятся, помнятся старые раны. Сердце ты, сердце ты, дети, друзья. Где же вы, где же вы, она получает? ПЕСНЯ 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 Я познакомлю вас с некоторыми из этих стихотворений, а значит и с теми, кому они посвящены. Вы хорошо знаете этих людей. Это Светлана и Станислав Романцов. Меня с ними связывает многолетняя творческая дружба. И, наверное, не я один могу сейчас сказать, что танец – это их жизнь, как и их жизнь – ансамбль «Радуга». В этом году город отметил сорокалетие ансамбля «Радуга». И вот в связи с этим я написал им посвящение, которое и прочитал тогда на юбилейном концерте, который состоялся в этом же зале. Сорок лет. Разве это так много? А с другой стороны, посмотреть – это долгая в жизни дорога. И, наверное, что-то пришлось истерпеть. Только речь я веду не об этом. Через тернии к звездам вышли, и в далеком году 71-м этих звезд вас коснулись лучи. Есть в природе чудо-явление. В небе радуга радует глаз. Это чудо сегодня на сцене, ведь зовут этим именем. Вас, ваше имя Европе знакомо, в Украине живы – эталон, достижения ваши весомы. Вы по многим статьям – чемпион. Я прочел всего несколько строчек. А для вас это годы труда. Сотни мальчиков, сотни девчонок будут рады губ помнить всегда. Ну, а вам, Станислава и Светлана, я отдельно хотел бы сказать – 40 лет – это все-таки мало. Вам еще танцевать – танцевать. Ведь Светлана однажды сказала – танец – это здоровье души. И не раз раздавалась из зала – браво! И сегодня друзья к вам пришли. И уж если говорить о посвящении... АПЛОДИСМЕНТЫ И вот после этого посвящения я подарил им стихотворение, это стихотворение танца, который много лет был в репертуаре ансамбля «Радуга». Этот танец — зов любви. Танго — это танец страсти. По паркету пары шли у любви во власти. Этот танец — сердце, дрожь. Танго — две души в надрыве. За собою все сожжешь, чтоб сойтись в одном пары. В этом танце день за днем, год за годом в танце этом лед встречается с огнем, а ночная тьма со светом и вскипает в жилок кровь, душу рвя на части сумасшедшая любовь. Это танго страсти. Танго — это вечный спор. Женщины с мужчиной есть соблазн в нем, и укор, укращение строптивой. Этот танец — как мечта. Танго — кто его оценит. Это радуги цвета. Радуга на сцене. Я сказала «Радуга на сцене». И сегодня радуга выйдет на эту сцену, но немножко позже. А сейчас... А сейчас... А сейчас, если уже речь зашла о посвящениях, то я просто не могу не вспомнить еще одну дату. В этом году исполнилось 45 лет городскому дворцу культуры имени Тараса Григорьевича Шевченко, в Большом концертном зале, которого мы с вами сегодня находимся. В этом дворце прошло мое первое публичное выступление. И мне сейчас просто трудно сказать, сколько раз за все эти годы мне довелось выступать в стенах этого дворца. И в Большом концертном зале, как сегодня, и в Малом зале, и в Большом танцевальном зале, где в прошлые годы проходили праздничные городские огоньки. Это посвящение, свое родо, небольшая история нашего города, которую я решил выразить через дворец культуры. 45. Не такая большая уж дата. 45. Это значит, был первый когда-то. И, наверное, кто-то в сегодняшнем зале может вспомнить, как этот дворец открывали. Я не буду рассказывать, как это было. Было. Это все пресса тогда осветила. Я сказать вам хочу о другом. Поважнее. Проще жили. И вы согласитесь. Дружнее. И сюда мы спешили на встречу с друзьями. Было чем нам заняться здесь всем. Вечерами. Вечерами Силкопа на танцах играла. Зал большой, а порой не хватало из зала. А потом появился Арфей Шпилевого. Вы, наверное, помните Юру такого. Ну, а грифы? Играл там Хиранов Аркадий. И отсюда он начал дорогу к эстраде. Все меняется в жизни. Меняется время. И однажды в росток превращается семя. Шпилевой Мелитополь давно возвратился. А Хиранов в Хоралов вдруг превратился. Кто-то скажет, что живем мы на периферии. Но не скажет никто, что о нас все забыли. Звезды всех величин в гости к нам приезжали. Полным залом всегда мы их здесь принимали. Песняры, самоцветы, София Ротару, был Высоцкий, Поющие были гитары, Пьеха, Лещенко, Синяя Птица и Пламя. Александр Барыкин нас радовал с вами. И Рослав Евдогин, Кобзон и Смиричка. Руся тоже была королевая сестричка. Был Хазанов. И кролики нас здесь смешили. Всех назвать не смогу. Просто многие были. Это звезды эстрад. Но звездочки наши, я уверен, не хуже. А может и краше эти стены дворцовые. Многие годы нас встречали всех вместе здесь, Чтобы мир искусства однажды пред нами открылся, Чтобы каждый любимому делу учился, Чтоб душа развернуться могла. И запела Радуга, Циркачи, Бандуристы, Театр, Капелла. Есть кому здесь учить и чему научиться. Эти люди средь нас, ими нужно гордиться. Кривоши, Романцовы, Переверзи, Крапивка, Туменко. Мастера. Только время бежит незаметно, И уже седина на песках выступает, И, наверное, сердца ночами хватает. В этот вечер собрались мы, не без причин. Каждый знает у дворца в этот день. Именины. Я желаю, дворец, тебе многие лета И добра, и любви, и яркого света. Сейчас, конечно, премьера песни. Музыку к этой песне написал уже знакомый вам Алексей Бароненко. Я думаю, что мы с вами хорошо знаем свой край. И, наверное, каждый из нас сейчас может вспомнить То или иное достопримечательное место нашего края. Ну, например, Сады Филипера, Каменная могила, Река Молочная. Но есть у нас еще одно место, Которое хорошо известно не только всем нам, Но и далеко за пределами нашего края. Это место берег Азовского моря Кирилловка. И сейчас пригласит нас с вами в Кирилловку Или, по крайней мере, напомнит о проведенном там времени Петр Москаленко. Аплодисменты. 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 Волны-то зари, шепчутся ночи, Солнце и неже поутру. И оставим мы на леске следы На Азовском берегу. В розовый загаре на солнце дар И ласкает море нас. И уже нельзя повесить пожар, Что горит в душе у нас. В это лето песня эта Всегда рядом были где-то. Над видом были подрессы Нас в Кирилловку зовет. В это лето песня эта Всем приехавшим на лето. Хорошая предмета Всех кирилловке дождя. Хорошая предмета Всех кирилловка дождя. В это лето песня эта Всегда рядом были где-то. Над видом были подрессы Нас в Кирилловку зовет. В это лето песня эта Всегда рядом были где-то. Как хорошая предмета Всех кирилловке дождя. В это лето песня эта Всегда рядом были где-то. Над видом были подрессы Нас в Кирилловку зовет. В это лето песня эта Всех приехавшим на лето. Как хорошая предмета Всех кирилловке. Всех кирилловке нас ждет Всех кирилловке дождя. Всех кирилловке дождя. Много-много лет назад, а если быть точнее, то в 1975 году я написал стихотворение о маме. Это стихотворение сразу же было напечатано в городской газете «Серкви Молот». А в то время в городе выпускалась всего одна газета и получали ее буквально в каждом доме, в каждой квартире. И буквально сразу же на это стихотворение была написана музыка. Но так получилось, что я эту песню так ни разу и не услышал. Хотя мне говорили, что она звучала несколько раз в различных городских концертах. И вот благодаря тому, что у меня были ноты, я подошел весной этого года к Зинаиде Ивановне Кривошей и попросил ее разучить эту песню в ее коллективе. И сейчас я вместе с вами буду слушать первый раз эту песню. Музыка Виктора Пивченко «Материнская верность». А исполнит эту песню Екатерина Руденко. Аплодисменты «Материнская верность» Аплодисменты «Материнская верность» Аплодисменты «Материнская верность» В этом скрыто и много Иханда В этом слове родная вся ты ПЕСНЯ 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 Что поглощен я был делами Еще благодарю за то тебя Что ты была нам просто мама Жалея нас, не берегла себя Ты наш покой оберегала А как любила мама внуков ты За них ночами ты не спала В твоей любви тепла и доброты Всегда на всех с лихвой хватало Я не могу ничем тебе помочь Я лишь могу просить у Бога Чтоб принял Он тебя к себе Как дочь, а не держал бы у порога Когда мы обращаемся к Всевышнему, мы Устремляем свой взор к небесам Тормошить, волновать душу человека Возможно, но а то, что касается Слово ласкать, то эту ласку Вы сейчас услышите в том О чем я буду говорить дальше Любовь А ведь как только ее не называли И колдовством, и жизненным эликсиром И даже, даже религией Да светится имя твое Такое древнее, такое волнующее признание В устах любящего Такие слова, как и сама любовь Действительно религия Но сейчас иной век Иные нравы И нелегко любить любовью Почти религиозной В самом хорошем смысле этого слова Но мне так хочется Еще раз произнести Эти романтические слова Да светится имя твое Я преклоняюсь пред тобой Ты хороша, мила собой На вид скромна, в душе спокойна И ты большой любви достойна Улыбка ясна, а взгляд Искрящий солнце, водопад И все, и все в тебе уместно Как будто Бога ты невеста А не земное существо Наверное, это колдовство Как будто ты пришла из сказки В тебе божественные краски И солнце свет, и свет луны В тебе одной воплощены И лишь тебе при нашей встрече Да и цветы я каждый вечер И каждый вечер я опять Упрямо стану повторять Я преклоняюсь пред тобой Ты хороша, мила собой На вид скромна, в душе спокойна И ты большой любви достойна Улыбка ясная, а взгляд Искрящий солнце, водопад И все, и все в тебе уместно Как будто Бога ты невеста А не земное существо Наверное, это колдовство Наверное, бедным всем назло Тебя найти мне повезло Я не хочу тебя терять Ты так чиста, как Божья Мать В тебе ее земная плоть Храни Храни тебя, Господь Премьера песни Это всегда событие для авторов И сейчас это событие произойдет дважды Иначе говоря, сейчас состоятся Две песенных премьеры Музыку к этим песням написал Уже знакомый вам Алексей Бараненко Стекло ночной витрины Это как граница двух миров С одной стороны стекла Темная ночь А с другой неоновый пожар Манекен Так называется песня И сейчас на сцену выйдут Сергей Сапронов и ансамбль «Радуга» Я смотрю на ленты Она смотрю на ленты Снова так за стеклом После точной корзины Ты стоишь Голубой И познаю я точно Пойдешь ты всего В этот час спал ночный Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы стоим у границы Долгой ночи и дня Подыхают зорницы Чутно камни огня Как и сказки, как будто Этот мир красоты Свет рассеется утром Но останешься ты Ночь идёт до лунных стен Плавили так тишины Паникен мой, паникен Но меня не слышишь ты Может быть всё это сам? Может это знак судьбы? Только что же значит вам Мир красивой львы Может быть всё это сам? Может это знак судьбы? Только что же значит вам Мир красивой львы Только что же значит вам Мир красивой львы Субтитры сделал DimaTorzok Я, конечно, совсем не провидец Но и в этом, пожалуй, есть прок Урок Должен бы я тебя ненавидеть Но спасибо тебе за урок Вот привезет об этом Следующая песня Музыку, которую написал Алексей Бараненко Исполняет её Пётр Москаленко АПЛОДИСМЕНТЫ В ПЕСНЮ Углажен Углажен Гриб на голову Углажен В ПЕСНЮ Углажен И в глазах у меня словно А то там Оголя я не прошу ты вернеть И губами вишнёвого сотня Обращая ты всё же была тебе весь Я, конечно, совсем не провидец, не умею я мысли читать Должен я тебя ненавидеть, но как больно тебя мне терять Может быть, любовь забава, может быть, любовь игра А еще любовь отрава, ну кому она нужна? Мне бы чтобы ошибиться, а теперь чтоб потерять Только я хочу влюбиться, лишь в одну тебя опять Ты в раздавлене словно торм, только я вершу, ты вернись И в убавле и шнёво срока на прощенье ты всё же вернись Где я знаю, не станет короче от желания встречи с тобой В этом мире, где всё так прочно, где добродит и наша любовь Может быть, любовь забава, может быть, любовь игра А еще любовь отрава, ну кому она нужна? Мне бы чтобы что-то пить, а теперь чтоб потерять Только я хочу влюбиться, лишь в одну тебя опять Может быть, любовь забава, может быть, любовь игра А еще любовь отрава, ну кому она нужна? Ну кому она нужна? Мне бы чтобы возродиться, а теперь чтоб потерять Только я хочу влюбиться, лишь в одну тебя опять Может быть, любовь забава, может быть, любовь игра А еще любовь отрава, ну кому она нужна? Только я хочу влюбиться, лишь в одну тебя опять Только я хочу влюбиться, лишь в одну тебя опять АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Любовь А ведь каких только историй не приключается с влюбленными И сейчас я хочу вам рассказать еще об одной небольшой истории Ты вчера сказала мне, что свалился я с луны Что такие на луне жить по-твоему должны Я с луны свалился в пусте Может быть, ты и права Ну а если же я туда вернусь, что ты сделаешь тогда? Ты вчера сказала мне, что не с мира я сего, что такого на земле знаешь только одного, что тебе не повезло, потому что это я. Ну а если в НЛО вдруг покину я тебя? Я твердо убежден в том, что каждый, кто влюблен, независимо от возраста, но хоть чуть-чуть не от мира всего. АПЛОДИСМЕНТЫ В известной песне сердце, как хорошо, что ты такое. А ведь сердце первым реагирует на все то, что происходит вокруг нас, а значит и с нами. То оно замирает, то учащается, то ноет, то колет, а то просто поет, и мы часто не жалеем свое сердце. А оно посылает и посылает нам свои сигналы, прося нас, ну хотя бы задуматься над тем, что мы делаем. Придет нежданно топора, когда устанет биться сердце. Посовещавшись, доктора предложат для спасения средства, чтоб вдруг навеки не уснуть, и чтоб встречать еще восходы, взять чье-то сердце, вшить вам в грудь взамен уставшего за годы. Но я, пожалуй, откажусь. Ведь я родился с Ним, и значит, что без Него не обойдусь и проживу, что Бог назначил. Наш вечер подходит к концу. И сейчас мы с вами разойдемся по домам. И я очень надеюсь, что сегодня мое сердце стучало в такт с вашими сердцами, и что в ваших душах еще какое-то время будут звучать и стихи, и песни. А закончить этот вечер я хочу еще одной песней. Пример этой песни также состоялась 25 сентября на городском празднике Дня города. Музыку к этой песне написал Алексей Бараненко. Вечерний Мелитополь Исполняют Ангелина Мелихова, Сергей Сафронов, Петр Москаленко. Если вы Мелитополь не знаете, приезжайте, вас ждем поскорее. Новых вы здесь людей повстречаете и найдете здесь новых друзей. Под проспекту Хмельницкого вместе мы в этот вечер пройдем не спеша. Встретит партнер с веселыми песнями и наполнится чувство душа, и наполнится чувство душа. Встретит партнер с веселыми песнями и наполнится чувство душа. Все летает пройдем не спеша. Загорают заботы от них. Никакой тебя нет, прекрасней лет, Вместе с нами сейчас отходи. Постоим у Шевченко в Ростубье мы, Вспомним мы про его заботы, И в сиянье вечерное и лудное Нас отряд в дно освежит. А в какой-то сегодняшний день, И по улице бри в лагая, Разгуляясь на ветре черешневых, Все заполнит лесный аромат, Все заполнит лесный аромат. А на крае твоих, мелитополь мой, И до центра в сиянии огней, Стонем рядом, здесь тополь, за тополе, Отвечая, будет шумо в ветре. Все играет вечерними красками, Загорают заполнят огни, Мелитополь тебя нет, прекрасней лет, Вместе с нами сейчас отходи. А на крае твоих, А на крае твоих, Мелитополь мой, И до центра в сиянии огней, Стонем рядом, здесь тополь, За тополем, Завречая, будут шумо в ветре. Все играет вечерними красками, Загорают заполнят огни. Мелитополь тебя нет, прекрасней лет, Мелитополь тебя нет, прекрасней лет, Мелитополь тебя нет, прекрасней лет, Вместе с нами сейчас отходи. АПЛОДИСМЕНТЫ От имени поэтов нашего города Мелитополя, а у нас в городе очень много таких талантливых людей, мы хотим поблагодарить и от поэтов, и от зрителей, которые сегодня пришли в этот зал Валерия Алексеевича за этот прекрасный, такой чудесный вечер, где мы получили вот такую отдушину, получили вот такую творческую искорку. И он передал, я думаю, каждому сидящему здесь в зале. Вы знаете, вот сидели мы слушали, и кажется, вся история города Мелитополя просто проходила вот мимо нас, согласитесь, правда же? Мы вспоминали новых людей, мы вспоминали этот ДК, мы вспоминали те события, которые проходили. И все, что было сказано в его строчках, касалось каждого. И каждый, я думаю, нашел вот какую-то вот маленькую точечку, маленькую отдушину и свою жизнь в произведениях Валерия Алексеевича. Ну я вот тут вот как бы сидя немножко набросала один куплетик, не успела, надо было дольше еще, хотелось, мне казалось, что будет этот вечер продолжаться, продолжаться, хотелось до утра слушать эту поэзию. Без пафоса и пышных фраз вы говорите все про нас, несет вас вы, несет вас вы, слухой пегас, живет поэт такой у нас. И это счастье, что в нашем городе Мелитополе есть такие люди. Спасибо вам большое. Аплодисменты. 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 Если вы Мелитополь не знаете Мы вас ждем, приезжайте скорей Добрых вы здесь людей повстречаете И найдете здесь новых друзей По проспекту Хмельницкого вместе мы В этот вечер пройдем не спеша Встретит мах вас веселыми песнями И наполнится чувством душа, И наполнится чувством душа, А до краев твоих велитополь мой И до центра сияния огней Струйным рядом здесь тополь, за тополем Нас встречать будут шумом ветвей Все играет вечерними красками Загораются в окнах огни Велитополь, тебя нет, прекраснее нет Вместе с нами сейчас отогни Постоим у Шевченка в раздумье мы Вспомним мы про его заповедь И сияние вечернее лунное На сиренью в садах обнини По продольным сегодняшним вечерам И по улице Бри в Лагоярд Разгуляется ветер черешневый Все заполнит весны аромат А до краев твоих велитополь мой И до центра сияния огней Струйным рядом здесь тополь, за тополем Нас встречать будут шумом ветвей Все играет вечерними красками Загораются в окнах огни Велитополь, тебя нет, прекраснее нет Вместе с нами сейчас отогни А до краев твоих А до краев твоих Хмели по больной И до центра сияния огней Стойным рядом сестополь за тополем Навстречать будут шумом дыхтей Сно играет вечерними красками Загораются в окнах огни Великого тебя нет прекраснее Меритополь тебя нет прекраснее Меритополь тебя нет прекраснее Вместе с нами сейчас на дне